Сегодня мы с Савой в велосипедах решили прокатиться. Едем в Хорсуковский карьер, а потом, наверное, скорее всего, в Колосу заедем в усадьбу, и там, может быть, через Петрищево уже, через Малое Саватеево вернемся уже по асфальту в Тарусу. Проехали мы уже, наверное, около 17 километров. Вот такой ручей течет здесь. Сейчас мы через него переедем, а вот АК. Мы едем вверх по течению. Виды здесь очень красивые. Зеленуха еще не вся вылезла. Четко ехать. Ой, окропивился уже. Едем мы в такой тропинке. Вот вода еще начинает только спадать. В русло она еще не вошла. Вот так вот ручей отсекает нам дорогу. Вот АК. Нам надо туда, в ту сторону движемся. Что, Сава, поехали? Давай вперед. Вот здесь вот, приезжая туда вот, поручу вверх, и там должна быть тропинка. Да, параллельно ручью надо выехать. Так. Вот такое испытание в виде крапивы. А я в трусах. Ну что, Сава, ты в длинных? Ну давай вперед. Прокладывай путь. Что-то никто тут не ездил и не ходил. Не, я, наверное, вот здесь вот через этот ручей. По этой стороне пойду. Здесь поменьше крапивы. Хорошо. Ох. Вот из ручей. Вот дорога. Да, никто тут не катался, не ходил. Все заросло. А вот те самые мухи, которые всегда вертятся перед глазами. С какой скоростью ты бы не ехал и куда бы не наклонялся, вот эти мухи, они всегда у тебя перед глазами или в ушах. Так, снова еще один ручей. И мы видим тут следы от косуль. А, сегодня нам, когда ехали по шоссе, попалось, там козел бежал, косуля с рожками такой. Увидел нас. Машины ехали, он не боялся. А когда увидел нас, он в обратную сторону побежал уже. Так. Нет, наверное, здесь вот перейду. Повыше. Ох. Что? Обратно по полям поедем. Ну, проходи вперед. Вот такие ручьи встречаются у нас на пути. Хмель растет. Вот здесь много хмеля будет. Всю ложу облепит. Вот мы едем по такой дороге. Ну, тут, считай, направление. Так чуть-чуть можно проехать на велосипеде нормально. А вот здесь вот слева от нас река дрящая. Все. Зеленухой обрастает уже такой пышный. Берега. Вот крапива. Потом, вот крапива, ну, нам через месяц уже будет выше моего роста. Я думал, поехали по берегу. Я думаю, конечно, здесь меньше будет зеленухи всякой. Ну, блин, уже выше колена. Все, оделся лес. П Jorge. П? Пусть голода и белая дорога ляжет. Все там молчат, Никто не скажет, Что с голодами нет блага. И дело даже не в годах, Ни в деньгах, Ни в музейной были. Ни на совсем, а навсегда. Ни долго белая дорога ляжет. Промолчат, никто не скажет, что с холодами не влага Да дело даже не в годах, не в деньгах, не в культиной кыли И так совсем, а навсегда, и что же твоя жизнь делить Опять эти мухи, которые перед глазами тусуются Мы видим такой лесной дороги, которая соседствует с рекой Дрящего Здесь такой крутой обрыв Река чуть-чуть похожа на горную реку Тенек здесь, такая прохлада Как же здесь хорошо ходить гулять Вот этот перекат Там тоже берег, какой крутой Года 4 назад я здесь катался на футбайке Вот там вон были дубы Их уже отпилили И вот здесь вот, как будто Дорога вымочена булыжником Таким вот, камнем Вот видно Она вся отшлифованная уже Старинная дорога Которая проходила вот здесь на бугре Прям вот, как будто срезанный бугор Здесь растёт орешник И дубы Мы движемся сюда, вперёд Здесь дом С такими стрёмными деревьяхами Я когда зимой ехал На лыжах О! Там даже гнездо Это дятел что ли? Или сойка Сойка наверное слетела Сойка свела Вот там, на этой деревяхе гнездо Сейчас мы доехали до деревни Шарапова 22 километра Вот река Дряща По которой я зимой катался на лыжах Так, впереди у нас деревня Шарапова Сейчас мы здесь правее обойдём деревню И поедем Выйдем Коке И там уже Будем ехать По грунтовой дороге Так, надо тут помыть её Оттуда забронимся Опа Чистая Прекрасная вода Прекрасная вода Прекрасная вода Прекрасная вода ТРЕВОЛЯ Мы уже на подъезде к Парсуковскому карьеру. Осталось немного приобретать вот эту вот горку, и сразу там уже будет карьер. Но что-то погода портится, ветер и пасмурно. Похоже как на дождь. По прогнозу вроде не должен быть дождик. Вот сейчас поднимаемся в эту горочку. Красивое здесь место, высокий бугор. Вот тут справа очень сильный большой родник мощный бьет. Сюда вот приезжают люди за водой. Мы движемся дальше. А вот виден там вдали, Алексин уже, вот горушки там видны. А вот здесь вот так отечет красивое место с луком. А тут техника прет. Но мы едем, там в Колосово сейчас будет, там в Колосовскую усадьбу заедем, там чуть поснимаем, попьем чайку и поедем. В Малое Саватеево, через Петрищево и в Тарусы. Мы находимся в Парсуковском карьере. Там вот видно, что экскаватор какой-то, который долбит еще. В самом низу находится. А вот там вот прям стена идет. Как будто ее клали из блоков. Тогда здесь никого не было. Мы сюда заезжали вниз. Да? Да. Сколько прошло? Года три, наверное, прошло, да? Ну, три года назад назад просто ездили. Вот мы въезжаем в Колосовскую усадьбу. Вот здесь старинные сараи стоят из известняка выложенные. Вот техникум там находится, метеорологический. Вот старинные здания. Вот они, сараи какие-то. Все валится, рушится. Вот еще старинные дома стоят тут. Вот сама усадьба. О, какое здание. Подушкой рама закрыта, форточка. Решетки старинные. Все накрывает. О, а там вообще пустые окна. Здесь вот такое здание непонятное. Современное что-ли тут пристроили как-то. Наверное, современное пристроили. К этому, да, вот отсюда видно, что другой кирпич. Обратите внимание, какие здесь палуби. Какой здесь паркет. Фрагменты. Псевдофиленки. ДСП ламинированные. Еще какие-то штуки. Да, тут дырки надо закрыли. С другой стороны мы едем. Видно стрельчатые арочные окна. Вот она, вот на Колосовской усадьбе с башней. Зачем-то забором вот этот металлическим обнесли непонятно. Хоть вид красивый был. А здесь вот еще какая-то фиговина сделана круглая. Что здесь было? Не знаю. Тут видно, что какая-то ограда была. А тут вот парк. Вот видно, прям аллея идет. Видишь, САФ аллея? Вот ступени старинные, прям вот из этих камней вытесаны. Вот. И вот прям аллея из лиственницы. А тут, по-видимому, парк был. Вот здесь вот с правой стороны. Липовая аллея там есть. И тут... А! Мы, по-моему, спускались. Тут ступени такие кирпичные, выложенные, прям это, к реке. Не было с нами? Не, не было с нами. В общем, тут это здесь... Здесь есть где-то или по этой аллее надо идти. Я уже не помню. В общем, красивое здесь место. Просто крутое было. И вот башня с другого, с другой стороны. В общем, в этом здании дискотеки проходили. В древние времена тусовки. Возвращаемся домой. К Калужскому шоссе. Уже проехали 60 километров. На дом осталось, наверное, 9 километров. Ну, как стало? Подустал ты? Спрашиваю, не поедешь на 100 километров со мной? И поеду. Это было еще, да. Мы полтинник проехали меньше. Сейчас уже спрашиваю, поедешь? Он говорит, не знаю. Осталось чуть-чуть. Скоро дом будет. К Калужского. Продолжение следует... Что-то САВА совсем сдулся. Я так в накат только качу. Даже не кручу педали уже все. Так, подкручиваю чуть-чуть, чтобы баланс держать. САВА уже не может, устал. Унизу головного морда. Ну вот, сегодня проехали 71 километр. Как впечатления САВА? Хороши впечатления. Поедешь? Тяжелые. Еще-то нет. Сейчас дня три еще болеть будет. Через недельку. Через недельку? Ну что, сотку поедешь? Не знаю. Поменьше, 85 километр. Ну давай. Все, давай вот это. Все. САВА прямо, а мне вон туда, под горочку.